Я хочу определить свое понимание лидерства – это способность брать на себя ответственность, способность вести за собой, способность вдохновлять, способность дать людям или в бизнесе, или в большем масштабе идею, да, и вдохновить, и вести за собой. С точки зрения вот той модели, которая есть на сегодня, мне сложно представить, если прошлое, если посмотреть на историю, то лидер – это человек, который беспосредственно, напрямую общаясь с людьми, зажигает сердца, распространяет идею, энергию, харизму, страсть и ведет за собой. Способность и вообще брать на себя ответственность на сегодняшний момент является, по моему мнению, в новой парадигме таким шлейфом или пока инерционной, потому что мы выбрали наших лидеров как SEO-компаний, как ректоров университетов, как лидера страны, лидера нашей армии, и в какой-то момент это может поддерживаться, да, то есть есть лидер, он что-то говорит, люди, мы взаимодействуем, мы создаем результаты, мы куда-то движемся, я считаю, что в какой-то момент станет серьезным ограничением для цивилизации распространение лидерства и неспособность настоящего лидерства через зум, через дистанцирование. Потому что ты практически, я не представляю модель, в которой ты можешь достаточно серьезное количество людей вдохновить, объединить, зажечь, отстроить, управлять, сфокусировать через дистанцию. И для меня лидерство в эпоху новой нормальности является, наверное, ключевым вызовом, потому что я человек, который, я общаюсь человек-человек, и пронизать это сквозь экран, создать это лидерство и способность людей синхронно двигаться, потому что, ну, задача лидера – это движение людей и объединение их ради достижения цели. Как ты можешь создать эту цель, проконтролировать и реализовать, когда ты не видишь, да, и какова цена этой способности. Поэтому я считаю, что то, что сейчас мы имеем, это пока определенную инерционность, когда мы в иллюзии, что лидерство и управление, да, с помощью, там, дистанции, современных средств, коммуникации возможно. Но мне кажется о том, что как и образование, так и серьезный менеджмент, и бизнесовый, и государственный, будет сталкиваться с колоссальными ограничениями через полгода, через год, когда нам нужно будет реализовать настоящее лидерство.